так кажется прошлый раз прошлый раз я хотел вам до показывать одну задачу доказывать одну задачу который помните у нас был диаметр земли экваториальный полюсной и мы сравнивали вес на полюсе и на экваторе помните там было что-то выглядящая какая-то вот такая выкладка вес на экваторе к весу на полюсе я сейчас быстренько ее приведу один минус там получалось что что-то такое диаметр экваториальный пи квадрат на 2g mt квадрат c квадрат это период вращения земли вокруг своей оси то есть 24 часа мы это выражали в секундах все это считали и умножить на отношение диаметров еще раз квадрате вот это мы обозначали за гамму вот эту вещь мы уже считали это 0993426 что-то типа того полюсной диаметр меньше земля приплюснута со сторон сверху и снизу гамму вводили вот так и гамма была равна когда гамму я как раз досчитал уже сам надеюсь вы тоже попробовали это сделать просто все подставив мы это почти сделали но там оставались вычисления гамма получилось вот такая после постановки всего и оказалось что итоговый ответ на это отношение 09835 примерно конечно мы видим что в общем то вес включается на 2 процента на самом деле это уже ощутимо это уже прилично то есть если у нас если мы весим 100 килограмм вес у нас порядка 1000 ньютонов то этот вес будет встречаться на 20 минут на полюсе и на экваторе это это уже довольно прилично то есть на 2 процента да ну да то есть мы как будто бы на 2 килограмма легче вот если говорить такими бытовыми понятиями на 2 килограмм силы вот есть еще такая величина устаревшая то есть это до до ньютонов так сказать эпоха то есть до того как вес измеряется официально и везде хорошо вот такой там был ответ сегодня же мы займемся другими вещами другими вещами сегодня у нас сила трения работа сил трения и решение задач об этом все и так у нас есть возможно вы знаете что такое трение вы с ним наверняка встречались может быть вы уже попроходили но давайте это повторим в любом случае либо кто-то услышит об этом впервые если мы толкнем положим что-нибудь на стол брусочек какой-нибудь коробок спичек или деревяшку толкнем ее а сколько-то проедет и остановится кроме того если мы выбросим из окна небоскреба какой-нибудь предмет то и причем выбросим не просто будем измерять его скорость постоянно он будет ускоряться ускоряться под действием силы тяжести ускорение свободного падения но мы заметим что какой-то момент его скорость стабилизировалась и больше не растет хотя ускорение свободного падения равно ускоренное движение но нет скорость окажется меньше расчетной давайте это перечислю первое было по поверхности второй вариант о воздух это все трение третий пример у меня будет в жидкости то же самое если мы например выстрелим из пистолета под водой то на съемке мы можем увидеть что пуля будет тормозить в какой-то момент остановится соответственно в жидкости тоже есть трение как мы видим общее свойство трения в том что она обеспечивает потерю движения скажем так либо его видоизменения как было случая с воздухом то есть там наш предмет не останавливается но он перестает ускоряться ну вот это означает что сила тяжести сравнялась с силой сопротивления воздуха силой трения воздух собственно второй и третий пункт относится к трению в среде мы сейчас этим заниматься не будем потому что там среди да хорошо я чуть попозже поясню почему мы не будем этим заниматься и пока и покажу как она примерно выглядит и от чего зависит посмотрим на трение по поверхности вот есть у нас брусок есть у нас стол как мы это обычно рисуем рисуем это обычно как нибудь вот так обозначили поверхность вот брусок массы м на самом деле здесь мы рисуем стол и брусок гладкими это упрощение это модель так не бывает дело в том что если мы посмотрим на посмотрим на то как он прилегает к столу вблизи то мы увидим туда вот его стенка вот стол вот брусок стенка тоже шершавенькая стол брусок вот как видите две шершавые штуки двигаются друг по другу конечно же они не будут скользить как две идеально гладкие поверхности друг по другу и если мы потрогаем например бумагу мы ощутим что она такая шершавенькая на ощупь активная если мы потрогаем пряж зеркало с этим будет сложнее там эти неровности гораздо менее выраженная если бы они были выражены то мы бы не видели изображение собственно на них бы рассеивался просто свет на бумаге же это бумага непрозрачные не отражает она просто вот рассеивать нам свет зеркало свет отражает она достаточно гладко в этом плане хорошо какие важные свойства трения мы можем выделить оно направлено вот мы можем точно сказать про его направление оно будет направлено против движения против движения либо против желаемого движения то есть если мы потянем брусок шершав брусок на шершавой поверхности тяжелый брусок на шершавой поверхности недостаточно силен он так чуть-чуть буквально мы его не сдвинем движение не происходит а сила трения есть она сопротивляется потенциальному движению вот если мы потянем его с большой силой то мы его сдвинем и даже куда-то поволокем но будем ощущать что нам надо прикладывать к нему силу сила трения сопротивляется уже реальному движению как видите бывает сила трения скольжение а бывает сила трения покоя в первом случае работает сила трения покоя во втором случае это сила трения скольжения хорошо вводится также такая величина как коэффициент трения. Коэффициент трения. И обозначается он μ. Это коэффициент пропорциональности между чем и чем. Вот смотрите, тяжелый брусок на шершая большинство сдвинуть сложнее, чем легкий брусок из того же материала. Ну то есть, например, он просто ниже, например. Значит, масса его меньше и сдвигается он проще. Если я положу так, если я проведу этот опыт с теми же брусками на Луне, например, то я получу другие данные о той силе, которая необходима, чтобы их сдвинуть на этом столе. Итак, сила трения зависит от вот этого коэффициента μ, который характеризует взаимодействие двух поверхностей, и силы реакции опоры. По сути, чем сильнее вот эти шершавости, неровности вдавливаются друг в друга, да, то есть, чем сильнее. Вот у нас с одной стороны действует МЖ, а с другой стороны наверх от опоры действует сила реакции опоры. Ну вот в данном случае, если он просто покоится, то МЖ равно Н, но это только в данном случае. Каждый раз силу реакции опоры надо считать заново, и каждый раз она может отличаться, в зависимости от условий задачи. Мы такое тоже увидим. Сила опоры вообще не обязана быть равна МЖ. То есть, если мы, например, возьмем шершавый цилиндр, шершавый, и на его поверхности внутри сначала сами прижмем какое-нибудь тело, какое-нибудь тело, а потом раскрутим этот цилиндр, а потом раскрутим этот цилиндр, то центробежная сила будет его прижимать к стенке, стенка будет в ответ давить на него. Ну, центробежной силы реальной нету, у него есть интерстремительное ускорение, которое будет двигать его по кругу, заставить его двигаться по кругу. Это ускорение обеспечивается силой реакции опоры. Можно расписать эти силы, давайте сейчас не будем этим заниматься. Я к тому, что прижимать, по сути, силой реакции опоры говорит нам о том, насколько сильно тело прижато. То есть, если мы возьмем магнитик и повесим и железную стенку, прислоним магнитик к этой стенке, он не будет, скорее всего, по ней скользить. Да, стенка не очень шершавый, магнит не очень шершавый, но он прижимает себя достаточно сильно, чтобы за счет трения удержаться на этой поверхности. Вот. Сила трения, в общем, может возникать много откуда. Хорошо. Вот, возможно, вы видели такое выражение. Сила трения равна мил на n. Вот между чем и чем это коэффициент пропорциальности. Однако, я настаиваю на том, что вот эта формулировка, без дополнительных каких-то уточнений, неверная. Потому что в реальности, да, вот когда мы слабо-слабо тянем кусок, и он не едет. Ну, сила трения... Вот давайте это нарисуем. Сейчас я сотру цилиндр. Нарисуем эту силу трения. Вот мы за веревку тянем с некой силой F. Сила трения покоя прикладывается к середине вот этой вот поверхности и действует против потенциального движения. Сила трения. И вот, если я приложу совсем маленькую-маленькую силу F горизонтально вправо... Так. Да, здесь нехорошо. Без векторов. Вот теперь хорошо. Если я приложу очень маленькую F, а сила трения будет µmg в данном случае равна... Вот я под вопросом напишу µmg. Если это будет так, то тело должно поехать влево, потому что горизонтальные силы не скомпенсированы. То есть если мы сильно-сильно-сильно потянем, то мы перебьем это µmg и неплохо. И тело действительно поедет вправо. А если мы потянем очень-очень слабо, то µmg должно быть больше, чем наша сила. Вот почти 0 наша сила. Там 0,001 Ньютон. Умем уже больше этой силы и должно ехать влево, но не едет почему-то. Потому что сила трения не равна этой величине. Она ею ограничена. По умолчанию. Вот если у нас происходит движение... Я давайте распишу эти два случая. Если есть движение, то сила трения равна µn и это называется трение скольжения. Если нет движения, нет вот этого именно проскальзывания. Нет движения. В скобках проскальзывания. Нет этого проскальзывания, то сила трения меньше µn, ну меньше либо равна µn и это трение покоя. На самом деле, на самом деле, вот давайте подумаем, как разгоняется машина. Когда завелся двигатель, включилось сцепление и колеса начинают крутиться. Мотор начинает вращать эти колеса. Если машина будет стоять на идеально гладком льду, где коэффициент трения 0, то она не разгонится. Она будет просто вращать колесами на месте. Отсюда вывод. Если между дорогой и колесами нет трения, то машина не поедет. Либо, если вот такое бывает, когда заносит, когда внезапно выпал снег или лед образовался на дороге, а резина, например, летняя, к такому не готовая, то машину можно начать заносить. То есть, трения недостаточно для того, чтобы удержаться на дороге, так сказать. Для того, чтобы адекватно, управляемо разогнаться. То есть, на скользкой дороге в реальности, в жизни, мы все-таки начнем двигаться с проскальзыванием. То есть, колеса будут крутиться быстрее, чем им бы хотелось. Но за счет вот этого небольшого трения, которое все-таки в реальности есть, мы будем потихоньку разгоняться. То есть, когда мы в машине разгоняемся, нас разгоняет реально сила трения, при помощи которой колеса отталкиваются от земли. Точно так же, когда мы идем по асфальту, по тому же, между подошвой и асфальтом есть трение. И, в принципе, оно делается, в принципе, ботинки делаются так, чтобы это трение было максимальным. То есть, чтобы мы, вот, например, зимние тоже ботинки так делаются. Резиновая подошва позволяет иметь сцепление даже со льдом, какое-никакое. И вы, наверное, замечали, если мы в скользкую погоду идем, если мы идем аккуратно, то, в принципе, мы можем и не поскользнуться. Но если мы будем спешить и будем очень активно отталкиваться от земли, ведь когда мы идем, мы отталкиваемся. Мы отталкиваемся за счет трения. И пока мы не проскользили, это трение покоя. Но помните, что оно ограничено. Меньше либо равно мюэн. То есть, если мы давим сильно на ногу, которой отталкиваемся, то мы можем оттолкнуться чуть сильнее и не проскользить. А если у нас, если мы едва касаемся поверхности, то, скорее всего, мы проскользим. Вот. Что я хочу этим сказать? Верно использовать... Не то, что использовать формулу силы трения меньше либо равна мюэн. Верно в этом плане понимать, что именно происходит в задаче. Едем ли мы, не едем ли, проскальзываем мы или не проскальзываем. И уже исходя из этого факта, писать какие-то уравнения, писать какие-то силы. В том числе силы трения. Сейчас хотел бы сказать пару слов о том, как работает трение в среде. Вот представим наш брусок, который летит в воздухе. Ж вниз. Опять же, брусок у нас не гладкий. Кроме того, что... И да, вот он движется вниз. Я обозначу это так. При этом, при этом, ему приходится двигаться в вязкой среде, в воздухе. При этом потоки воздуха... Вот если бы у нас какой-то нематериальный наблюдатель летел с такой скоростью, с таким ускорением вниз, то потоки воздуха просто проходили бы насквозь через него. Допустим, рамка у нас летит. Рамка вот какая-нибудь такая. Из проволоки. И потоки воздуха через нее просто проходят. Ее не ощущая. С кирпичом. Который у нас вот тут вот так выглядит. С этим кирпичом так не прокатит. Чтобы его обогнуть, воздуху придется делать какие-то вот такие вот движения. Совершать. То есть потоки воздуха должны его обогнуть. Вот один из источников возникновения силы сопротивления. То есть нам приходится их разминать, раздвигать от себя, когда мы вот так вот летим. Кроме того, если мы в жидкости, например, и у нас пуля, вот ее, например, окончание, то жидкость тоже должна ее огибать. Жидкости тоже приходится ее огибать. Однако, еще один источник заключается в том, что у нас, вот я рассмотрю, вот эту вот часть. У нас идет, вот поверхность пули, она шершавая. И потоки, когда идут вдоль нее, они завихряются, они испытывают завихрение на вот этих неровностях. И поэтому на этом теряется дополнительная энергия, то есть чтобы эти вихри образовывались, чтобы не просто поток протек мимо, а чтобы он вот тут вот закрутился, остался. То есть видите, он начинает тормозить еще больше за счет этого. Появляется турбулентность. А в турбулентности есть такие объекты, как вихри. Эти вихри, ну вот они тоже несут в себе некую энергию, отнятую у пули. Энергия отнимается, пуля тормозится еще больше. Вот. Собственно, еще одна причина возникновения сопротивления в среде. На самом деле, когда мы имеем дело с движением тела в среде и, соответственно, сопротивлением этой самой среды. Вот здесь я напишу силу сопротивления, а здесь скорость, с которой движется тело. Покуда тело в среде не движется, относительно среды, да, мы можем зафиксировать пулю или шарик и обдувать его воздухом или, например, поместить его в проток воды. Мы зарегистрируем, как экспериментаторы, что появилась сила давящая на этот шарик. В одном и в другом случае. Это тоже сила сопротивления среды. То есть движение здесь рассматривается не относительно лаборатории нас или чего бы то ни было, а относительно среды. Вот именно эта скорость имеется в виду. Вот если тело не движется в среде, то сила сопротивления ноль. Так, например, у нас лист в ручейке может вполне себе плыть и прям со скоростью течения. И при этом не испытывать никакого сопротивления. Как выглядит этот график? При малых скоростях он линеен. С дальнейшим же ростом v он становится квадратичным. То есть вот здесь он пропорциален v квадрат, здесь он пропорциален v. Вот, что я хотел сказать. То есть, в принципе, в задачах такое может встретиться вам когда-нибудь. Но обычно говорится прямо, чему пропорциально сила сопротивления среды в данном случае. Сила трения о среду. Хорошо. Давайте теперь решим несколько реальных задачек. Давайте рассмотрим. Начнем с простых. У нас будет еще время им позаниматься. Есть стол. Есть тело. Массы m. m равна 5 килограмм. Коэффициент трения. Я его так обозначу. 0,2. Да, помните. f трения. Меньшая обравна. mu n. n имеет размерность силы. Сила трения имеет, что характерно, размерность силы. Коэффициент трения, таким образом, величина безразмерная. Просто 0,2. 0,2. Да. Он совершенно не обязан быть меньше единицы. Наоборот, когда у нас хорошее сцепление, оно требуется и когда оно реализуется. То вот это вот трение, зацепление, зацепление, без разницы. То там коэффициент mu может быть больше единицы запросто. Хотя обычно в задачах он меньше. Почему-то берется. Там горизонтально приложили силу f. Ну, такую модельку мы уже сегодня видели. Сила f 2,5 ньютона. Какая сила трения возникнет? Вот середина бруска. Вот сила трения. Направленная против, как минимум, потенциального движения. Мы не знаем, поедет ли брусок. Это нам еще предстоит выяснить. Хорошо. Давайте решим эту задачу. Во-первых, нам нужно ответить на вопрос, поедет или нет. То есть, если брусок поедет. То есть, это сила трения скольжения. Если не поедет, то сила трения покоя. Так. Помним, что f 2,5 ньютона. Масса дана. Коэффициент дан. g будет 10 ньютон на килограмм. Давайте посмотрим. Вот мы знаем эту формулу. Сила трения меньше либо равна mu n. В данном случае. В данном случае. n направлено наверх. mg вниз. Как мы видим. По вертикали у нас. mg. Плюс n вектор на 0. По вертикали движения нет. А значит. Пусть будет ось у вверх. Ось х вправо. На у это спроецировав. Мы получим. n минус mg. Равно 0. mg равно n. n равно mg. В данном случае. В данном случае. Эта формула. Оказалась верна. Соответственно. Сила трения. Меньше либо равна. mu m g. Давайте посчитаем. Чему она равна. Максимальная. 0,2. На 5 килограмм. На 10 ньютон на килограмм. Это получается. 10 ньютонов. 10 ньютонов. Максимум. Может позволить себе сила трения. А мы тянуем силой 2,5 ньютона. Причем горизонтально. Я обозначу вот это. Ми мг. Сила трения. Макс. Максимальная. Мы видим что сила. Наша. Меньше максимальной силы трения Отсюда вывод Не поедет Отсюда вывод О том, что брусок наш останется на месте А значит трение покоя И теперь уже по горизонтали F плюс F трение Да, вот у нас две силы горизонтальные имеются Равны нулю Потому что движение не происходит Это значит F минус F трение Равно нулю И F трение равно F Вот, что у нас оказывается Вот где у нас применяется То, о чем я говорил ранее О том, что Как интерпретировать эту формулу Для силы трения Хорошо Хорошо Таким образом мы определили Таким образом, да Нам важно Будет ли это сила трения покоя Или сила трения скольжения В зависимости от этого Меняется ее формула Мы определили, что это может быть только трение покоя И сделали эти выводы Хорошо Так Давайте посмотрим еще одну задачку Вот так Итак Давайте я сначала прочитаю Тело массы M Движется по поверхности стола Под действием силы F Короче Под углом альфа К горизонту Направлена эта сила Коэффициент трения M Нам задан Задача найти вес тела И ускорение С которым оно движется Ну хорошо Так Давайте рисунок сделаем К этому делу Сразу же Что у нас Безентальный Понятно Бывает У нас опять проблема с прямыми Ну давай Не рисуй Ага Хорошо Стол Рисоваться Не хочет Так Стол мы отметили На нем стоит брусок Нарисуем это крупно Нам придется рисовать силы Итак Под каким-то углом альфа Тянет сила F Тянет сила F Что еще мы знаем Есть сила трения Приложенная к середине основания Некоторая сила F F F трения Кроме того Имеется МЖ Имеется Видите МЖ я прикладываю К центру бруска А к середине Основания бруска К середине Контакта с опорой Я прикладываю N Это сила реакции Опоры Итак Что нам известно Во первых Движение Вдоль Y Нет Давайте я введу Ось Y Наверх Ось X Вправо Нам сказано Что тело движется По поверхности стола А значит Вдоль Ось Есть Вдоль Y Нет Вдоль Ось Есть То есть вертикально Тело не движется Горизонтально Движется А это значит Это значит Вот давайте напишем Равнодействующую всех сил Равнодействующую всех сил Я просто просуммирую Все силы Которые приложены к телу Это наша Искусственная сила F Которую мы Сами создаем В себе Плюс N Плюс МЖ Плюс F3 Больше сил Действующих на тело Нет Пока все с векторочками Давайте я теперь сделаю Проекции На ось Y По нему движения нет А значит Равнодействующая На него не имеет Проекции Ноль Что у нас будет С проекциями наших сил F Имеет вот такую проекцию F Y Равную F синус альфа Со знаком плюс Направлено вверх N Направлено тоже вверх Строго вверх МЖ Направлено строго вниз Со знаком минус Сила трения Горизонтально Ноль Отсюда Кстати уже можно Выразить N Это МЖ Минус F Синус альфа И вот это Ответ на один Из вопросов Да Найти вес тела И ускорение Я не помню Сказал ли я Какие вопросы В задаче Вот такие вопросы Найти ускорение тела И его вес Вес Это сила реакции опоры А значит П тела Это МЖ Минус F Синус альфа Вот Да Ну нам Дана М Дана F Дан альфа И дан мю На всякий случай Напоминаю Дан F Альфа М Мю Ну и Ж Тоже нам Да Так Первый ответ Есть Для ответа На второй вопрос Давайте посмотрим На ось ОХ Равнодействующее Приводит К тому Что у нас У нас Возникает Некоторое МА Направленное Вправо По оси Х Второй закон Ньютона В общем то Вот По оси Ускорения Нету И там Стоит Ноль По оси Х Стоит МА Потому что Ускорение Есть Ну мы знаем Это такой Спойлер Что Тело Будет Двигаться МА Равно Ф Так Что у нас От Ф От Ф У нас Будет Горизонтальная Проекция Ф Х Ф Это Ф Косинус Альфа Н Не имеет Проекции Плюс Ноль МЖ Не имеет Проекции Плюс Ноль Сила трения Целиком Горизонтальная И направлена Влево Минус Сила трения Таким образом МА МА Это Ф Косинус Альфа Минус Сила трения А что Такое Сила трения Сила трения Это Мил Н У нас Скольжение Следовательно Сила трения Принимает Своё Максимальное Значение Равна Силь трения Макс Равна Мю Н Заметьте Здесь Сила реакции Опоры Уже не равна МЖ Поэтому Она меньше Чем МЖ МЖ Минус Ф Синус Альфа Поэтому Я подставлю Сюда Вот это Н Вот сюда И соответственно Сюда Мю На МЖ Минус Ф Синус Альфа Вот Это принципиально Важно То есть Если бы мы Написали Что Ф трения Равна Мю МЖ Это была бы Ошибка Это был бы Косяк Но мы Без этого Обойдемся И скажем Что МА В итоге Равна Ф Косинус Альфа Минус Ф трения Ф трения Подставим Мю МЖ ММЖ Плюс ММЖ Плюс ММЖ ММЖ Плюс ММЖ 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 Равно А Вот Таков будет Ответ Для Ускорения Хорошо Хорошо С этой Задачки Тоже Мы Более Мене Обзобрались Давайте Я Загадаю Вам Еще Одну Задачку Которая По крайней мере Часть Станет Домашней Итак Я Сначала Прочитаю Лыжник Массой 80 Кг Спускается С горки В конце Спуска С горки Он Имеет Скорость 10 Метров В секунду 10 Метров В секунду Он Остановился Да Вот он Скользит Испытывает Трение Олыжню И в итоге Останавливается Через время Т Равное 40 секундам Ну Хорошего Скользит Приятно 2 трети Минуты Катился Так Т Останавливается Через 40 секунд После окончания Спуска Найти Его Путь Найти Силу Трения И найти Коэффициент Трения С трассы Вот Ну давайте Посмотрим Что у нас Имеется Представим Лыжника Как Грузик На самом деле Вот у нас Горка Вот у нас Вот у нас Опять Все Подвисло Отлично Да Не хочет Нормально Работать Ну Да Первый Случай Ой Ой Хорошо Давайте Я это Вот так Нарисую Вот Горка Кончилась Вот Наш Человечек На Лыжах С Палками Вот у Него Лыжи Он сюда Едет Со скоростью 10 метров В секунду И через Какое-то Расстояние С Вот здесь Ноль Здесь С Останавливается ОСИХ Направим Влево В данном Случае В данном Случае Какие силы На него Действуют Сила Трения Сила Трения Против Движения Движение Происходит Значит Трение Скольжения Это для нас Очень важно Уже Прям Сразу Это для нас Очень важно Как вы понимаете Сила тяжести МЖ Сила реакции Опоры Н Все Больше на него Ничего не действует Он не ускоряется Никоим образом Таким образом Таким образом По оси У По оси У Мы увидим Что-то Типа Н Минус МЖ Равно Нулю Потому что Движение По ней Не происходит Н Будет Равно МЖ По оси Х МА Равен Найти Сколько Он Пройдет При таком Движении Силу трения Мы уже Нашли И Надо будет Выразить Зная Время Вот это 40 секунд Надо будет Выразить Мю То есть Сила трения Есть Остается Выразить Путь Остается Выразить Мю Посмотрите Это самостоятельно Попробуйте Это выразить Следующее Занятие Мы с этой Задачки Начнем Быстренько Решаем И посмотрим Более интересные Задачи На силу Трения Вот А вам спасибо Большое За внимание Сегодня Успешно Вам провести Третье занятие Увидимся Через недельку